Самые современные технологии применены для обмеров театра юного зрителя в Иркутске. Благодаря им новый подрядчик по реконструкции исторического здания намерен полностью восстановить его облик снаружи и подготовить проект строительства внутренних помещений. Иркутяне наверняка заметили, что декоративный баннер с театра был снят на три дня. Это связано именно с этими работами. Протягиваем ход из много-много стоянок. В конечном итоге мы все это сшиваем и получается полноценная картинка фасада дома. Можно будет 3D модель крутить, вертеть, любой размер брать. То есть специально с линейкой, с метром вы не будете, этого достаточно? Нет. Поставили прибор, нажали кнопку, получили данные. Уже в тепле, в офисе. Все обрабатываем и получаем то, что заказчик просит. А эта технология, ее можно назвать какой-то суперсовременной или это уже достаточно обкатавшаяся технология? Да, это современная технология. Сейчас в повседневе используется. Скорее всего, рано или поздно заместит классическую геодезию. Скорее всего, все так будут делать. В ближайшие лет 10, наверное, так. Все как есть. Все обрисовать, все размеры. Все полностью. Все брельефы, балконы. Все. Все размеры и будут. Договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут ввиду того, что он не смог устранить полученные замечания государственной экспертизы. В апреле был проведен новый конкурс, победителем которого стала московская компания. Перед ней службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области поставлена конкретная задача. Прежде всего, задача состоит в том, чтобы выполнить проект и получить положительное заключение экспертизы проектной документации к октябрю 2025 года. Это главная задача. Проектную документацию после проведения всех экспертиз московский подрядчик обязан представить на согласование в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области. В нее должны быть включены даже такие нюансы, как анализ старой кирпичной кладки на содержание грибка и плесени, что даст основание для ее сохранения или устранения и возведения новой кладки. Работа скрупулезная и длительная. Поначалу сейчас выполнить обследование, определить вообще ту грань, что мы можем сохранить и что мы можем воссоздать. Все остальное это по сути получится новодел. То есть очень много пострадало от пожара конструкции, в том числе и стены несущие. Здесь сейсмика еще 9 баллов. Есть простенки, участки стен, которые даже усилить практически невозможно. Даже визуально если пройти, даже дело не в том, что там трещины какие-то или там обвалы, а сами простенки, они довольно-таки маленькие. То есть там или нужно стержень какой-то добавлять, или что-то думать с металлом усиления. Однозначно здесь будут железобетонные какие-то перекрытия, ну это дополнительно придаст жесткости. После прохождения экспертизы проектной стоимости будет уже определена сумма проведения работ. Так как работы планируется провести за счет федеральной программы, будет сделан запрос в Федерацию на получение данных средств. В августе, после изучения замеров 3D-моделей Иркутского ТЮЗа, бригада специалистов из Москвы приедет на объект для шурфирования грунта и доработки инженерных изысканий. Все сроки работ четко курируются службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Мы непосредственно курируем, получается, разработку проекта. Проект будем мы дальше согласовывать, проверять его на наличие соответствия предметам охраны. И будем рассматривать историко-культурную экспертизу на те работы, которые будут заложены в проекте. Предварительные сроки начала строительных работ и их стоимость будут определены после тщательного анализа проекта. Необходимо учесть, что кроме восстановления исторического здания, будет полностью обновлено его содержимое, как театра, новая мобильная сцена, звука и светооборудование, зрительный зал. На данный момент старт реконструкции подразумевается в 2026 году. Продолжение следует...